Добрый день. А я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира 8-495-508-86-84. Свои вопросы гостю в студии вы можете задать, дозвонившись по этому номеру телефона. Антон, конференция шестая, правильно? Совершенно верно. Мы стараемся это событие делать традиционным и систематически. В общем-то, конференция – это площадка для выступлений, для того, чтобы делиться мнениями, делиться своими исследованиями. Но это в целом. Мы маленько затащим нашу историю, во-первых, под местные разные темы, там начиная от глубокой древности до каких-то современных тенденций. И мы затачиваем это под живого человека, читать книгу какую-то, том, история, бывает скучновато. Мы хотим сделать историю местную, нашего родного края, доступной, популярной, интересной практически всем. И у нас на самом деле такое большое количество, как выяснилось, людей неравнодушных, которые один в одной теме, другой в другой, третий, вообще все ему интересно. И эти неравнодушные люди с горящими глазами, они просто только и ждут того, чтобы поделиться. А слушать живого человека, у которого горят глаза, который эту тему переживает, конечно, это очень эмоционально, интересно. Можно задать ему вопрос, можно задать ему провокационный вопрос. И эти люди, они через себя пропускают уникальные знания, которые они добывают из исторических источников. И которые больше нигде не найдут, что самое интересное. Больше нигде. Это наша вот именно местная история. Там просто до такого люди докапываются такие интересные моменты, что просто сидишь, думаешь, неужели это вот у нас там, в нашем дорогом Одинцово, Одинцовском округе. На данный момент я правильно понимаю, что вот из таких больших трудов у нас есть только книга «Одинцовская земля», где в алфавитном порядке рассказывается, ну, достаточно сухо история населенных пунктов Одинцовского района. Я бы сказал, что вот упомянутая книга, это, в общем-то, настольная книга каждого там краеведа и музейного работника Одинцовского края. Там ряд авторов, в том числе руку и первого своего предложил Пузатиков, основателя Одинцовского музея, в котором я сейчас работаю сотрудником. Там, да, действительно, где-то суховаты академические факты какие-то, где-то развернутые статьи. Но я упомянул бы в этом ключе еще одну книгу. Она вышла уже после Одинцовской земли. «Одинцов. Время и люди». Вот в этом творении уже более развернутые тематические статьи, не энциклопедия «Сел и деревень», да, где по каждому населенному пункту, а именно вот какая-то тематика. Там взята статья «Великая Отечественная война в окрестностях Кубинки» про каких-то интересных личностей. И это более живо воспринимается. И уже немножко другой коллектив авторов в этом принимал участие, в том числе Митронов Николаевич Небезызвестный, многие другие известные краеведы нашей земли. И вот это две такие самые значимые книги. Никто этого не повторил и не превзошел. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, есть потенциал куда расти. Материал-то он копится. И, в общем-то, то, что мы делаем на конференциях, мы стараемся этим активно делиться. Это не должно быть вот так, собрались люди по интересам, поговорили, обсудили, да, классно, разошлись. Нет, мы этот контент стараемся фиксировать. Если брать академичный подход, то материалы конференции издаются в виде какого-то печатного издания, к которому можно потом обратиться. Мы стараемся быть более современными, более медийными. Мы снимаем все наши выступления. Во-первых, мы ведем онлайн-трансляции, поэтому все желающие наши телезрители... Где можно посмотреть? Потому что в интернете, я видела, спрашивали, люди интересовались, будет ли трансляция, где посмотреть. Есть, совершенно верно. У нас есть сайт Один Конф, Одинцовская конференция, одинконф.рф. У нас есть группы в социальных сетях ВКонтакте и на Фейсбук. И там будут опубликованы ссылки на онлайн-трансляцию. И, что интересно, к этой онлайн-трансляции можно потом обратиться. Она на канале YouTube находится потом постоянно. И пересмотреть вот этот материал. Ну и в формате отдельных роликов уже на высококачественную технику мы снимаем тоже наших выступающих. И они потом этими роликами могут делиться и оперировать там и в плане портфолио, и в плане обмена опытом. И любой желающий, житель Одинцовской земли, там, начиная от школьника, который какие-то проекты... Сейчас очень модно вот это проекты исследовательские. И слава богу, то есть вот людей учат мыслить структурно, это хорошо, исследовательские подходы развивать. Материал этот, он накапливается. Есть канал на YouTube, есть вот группы в социальных сетях. Мы стараемся активно это освещать. Не только вот конференцию, которая является такой квинтэссенцией, когда люди подготовились, провели исследования, собрались и рассказывают с удовольствием, с гордостью о проделанной работе. До этого ведется работа исследовательская, поэтапная. И у нас целый ряд пабликов в социальных сетях, которые ведут вот эти вот неравнодушные люди. Вот там археологи, краеведы, вот какие-то исследователи своего какого-то уголочка. Спектр интересов у людей действительно очень разный. Кто-то вот берет и там родной город Голицына и окрестности, да, кто-то под Кубинкой. Вот целый куст кубинских краеведов существует. Они немножко с таким прицелом еще с военным уклоном, потому что много там военных городков, гарнизонов. И вот у людей накапливаются архивы. Кто-то этими фотоархивами начинает делиться. И есть такие вот любительские краеведские паблики в Одинцовском районе, которые дают контент ежедневно. Я с удовольствием для себя это узнал. То есть вот люди растут и достигают такого уровня, когда вот можно каждый день вот человеку заинтересованному получать новую-новую информацию и осмыслить. А я как ведущая краеведческой викторины на нашем канале могу сказать, что без вот этих пабликов и без книги Одинцовской земля наша программа просто была бы невозможна, потому что там та информация, которую не найдешь нигде. И в том числе вот эти паблики я имею в виду. А вот с другой стороны, размещая информацию в пабликах, ну в принципе она же ведь не защищена от копирования. Не боитесь, что где-то эта информация пройдет уже под чужими именами? Ввиду того, что наша информация, она имеет отношение именно к родному краю, поэтому вряд ли ее кто-то сможет дублировать, так сказать, и куда-то притянуть к своей земле, грубо говоря. Ну и здесь не может быть такой конкуренции. А если человек возьмет за основу наш проект какой-то исследовательский и применит его на своей земле для сохранности памятников, для популяризации истории, так это только плюс. Мы считаем, мы наоборот стараемся делиться методами. На конференции люди не только рассказывают, что вот мы здесь в долине Орехи Веземки изучали памятники археологии, а кто-то говорит, а мы вот делаем такой медийный проект, а мы задумали вот такую книгу, и мы ее делаем, вот там такие-то разделы будут, мы пользуемся такими методами, чтобы собрать материал, чтобы его обработать, осмыслить, и люди между собой начинают общаться, и получается вот такой пул краеведов, исследователей. Там, повторюсь, не такой конкуренции, наоборот, сотрудничество в смежных направлениях, люди начинают объединяться, друг другу помогать, друг к другу обращаются за материалами, делятся ими ссылками, какими-то исходными текстами, и получается здорово, получается очень позитивно. Большое спасибо Большевизионскому музею, что он провел инициативу. Рязанов Александр Михайлович пригласил, вот предоставил свою площадку, шикарный зал, там все условия. Кстати говоря, а почему там, а не в Одинцовском историко-кореведческом музее, где, казалось бы, в общем-то, логично провести такой конференции? Логично и были проведены в Одинцовском-кореведческом музее, но условия Одинцовского-кореведческого музея – это достаточно маленький зальчик, и он уже просто не вмещал всех желающих и зрителей, и всех желающих выступить, и стало тесновато. И, собственно, Одинцовский-кореведческий музей – это один из основных организаторов. Одинцовское-кореведческое общество, как общественная организация, подключилось к этому. И Большеведческий музей, он тоже не остался в стороне. И, что интересно, очень большой коллектив краеведов существует в районе Голицыно-Больших Везем, и они исследуют тоже свою малую родину в разных ее аспектах. Вот, кстати говоря, несколько слов об истории возникновения этой конференции. Как она появилась? Кто автор идеи? Было такое желание объединить какие-то краеведческие знания в одном месте? Кто придумал? Пообщаться, зафиксировать. Ну, придумал изначально я, но как я придумал, озвучил коллегам. Коллеги поддержали. Потому что любой проект – это работа коллектива. Это работа многих структур. Я уже упомянул, да, Одинцовский музей, Кровейская общественная организация, ряд людей-волонтеров, которые обязательно там помогают. Люди, которые снимают, монтируют, люди, которые помогают в зале, люди, которые, волонтеры показывают дорогу всем желающим. Люди, которые приглашают на интервью для того, чтобы, как можно больше людей рассказать, узнали об этой конференции. Это сообщество заинтересованных людей, которым эта идея близка, и каждый по мере желания, возможностей как-то к этому двигается. Вот ближайшие соратники, они поддержали, сказали, да, круто. Мы начали, соответственно, вот краеведов, исследователей, научных работников обзванивать, сообщать, как готовы выступить, а вот мы поснимаем, а мы опубликуем. Готовы, да, здорово. И люди готовят презентации, доклады, с удовольствием выступают. Потому что, ну, я знаю по себе, потому что там нарабатываешь какой-то материал, конечно, его надо рассказать. Это и ты делишься этим, этими знаниями. Ими хочется делиться постоянно, потому что ты узнаешь такие подробности о истории родной земли, которые вот, ну, никто больше не знает, это уникальная информация. Там у меня тема геологии и палеонтологии, там Великой Отечественной войны. Вот мне это близко информационных проектов, да, в том числе военно-мемориальных. Мне это близко, это дело. Есть коллеги, кто в этом же направлении двигается, есть совершенно параллельные, но я вот их слушаю и вот тоже набираюсь опыта, я гляжу на научные подходы. Вот сотрудники музея выступают, люди с учеными степенями, да. Мы все учимся, там, любители учатся у профессионалов, а профессионалы... Вот, кстати говоря, вот мой вопрос про любителей профессионалов. Не блекнут ли одни на фоне других? Или почему не разделили изначально участников на любителей и на профессионалов? Не блекнут. Вот я бы сказал, что это такая, получается, коктейль интересный, да. Они выступают не отдельными блоками, они выступают в перемешку. Наверное, как-то вот одна тема вытекает из другой. И это взаимодействие, это сотрудничество, это ни в коем мере не конкуренция, а не какая-то там зависть, там, вот ты нашел одного мамонта, я нашел двух мамонтов там, мои мамонты больше, и бивни в них толще, поэтому нет, конечно. Хочется рассказывать о том, что у нас здесь, где мы живем, есть уникальные памятники, далеко ходить не надо, Денцовский парк культуры, спорта и отдыха, славянские курганы, 11-13 веков. Курганы, это только то, что мы визуально видим, вот они есть, вот курганы. Кстати, Антон, мне кажется, сейчас очень важно рассказать об этом, потому что многие проезжают, многие, ну, курганы и курганы, и не задумываются. Вот давай на этом остановимся, что это за курганы? Давай остановимся, я бы сказал, что это вообще изюминка, и это потенциал развития нашего внутреннего туризма, там даже не сам спортивный парк, там, где отдых, там, инфраструктура, а именно древние памятники, мы просто этого еще не осознали и не облекли в такую форму интересную, чтобы ее преподнести доступно всем и каждому. Там люди небезразличны, они ходят, они видят уже эти таблички, которые там висят, где есть минимум информации, и они уже понимают, интересуются, начинают искать сами в сети интернет, находят, что непонятно, звонят, спрашивают. Есть люди, которым нужно в доступной форме преподносить, и, конечно, нужна и на эти памятники инфраструктура, нужны из опыта там заповедников какие-то дорожки, дощатые настилы, удобные беседки, где размещены информационные стенды, смотровые площадки, систематичные экскурсии, информационный ресурс, посвященный только этому, где в том числе и прогулочные маршруты. Курганы – это то, что мы видим визуально, а к этим курганам есть синхронные селища, то есть поселения, где были, а сами курганные комплексы – это захоронения, это кладбища сельские. У нас уникально их сосредоточение. Вот этот бассейн на речке Самынки, бассейн, где воды собираются, он интересен был жителям местным издревле, седой древности. Чем он интересен? Вот какие-то ландшафты, там в речке наверняка и рыбная ловля была, и зверьё какое-то жило. И там, кроме этих курганов, сохранились вот эти остатки поселений. Там средневековые остались комплексы производственные, там и углежёгные ямы, и какие-то землянки, и они ещё не исследованы, они ждут ещё своего исследователя. Наша задача – сохранить. Наших археологов, которых можно пересчитать по пальцам в Денцовском районе, их хватает для отработки каких-то более насущных и древних историй с памятниками, которые, к сожалению, разрушаются, нуждаются в охране. А это мы показываем на экскурсиях. Систематически сотрудники Корривейского общества, Одинцовского музея проводят экскурсии для желающих по территории Одинцовского парка и показывают всё в комплексе. Не только курганы. Показывают взаимосвязи природных сообществ, показывают палеоландшафты, вот эти овраги, вот эти теснины, там где речка. Это же остатки древних потоков, это оставил нам ледник, который отсюда ушёл, вот, и речка сейчас течёт по этому руслу. Собственно, и Москва-река тоже по-огромному там течёт выемки. Люди об этом не задумываются, люди видят лес, видят речка, а когда начинаешь рассказывать, что вот тут у нас под ногами там юрские глины, там белемнитые, аммониты, ископаемые животные, там, а вот в этом самом овраге Одинцовские карьеведы в 60-х нашли зуб мамонта. Вот мы с вами стоим, да, вот овраг, да ладно, да. А вот там из сумки достаёшь, там окаменелости показываешь, даёшь в руки детям подержать, здорово, здорово. Ребят, давайте придём сюда ещё раз, давайте пойдём уже поищем эти окаменелости, соберём. История ближе, чем кажется. Ближе, чем кажется. Это настолько интересно, увлекательно, как раз вот захватывает, наверное, вот эта необычность, казалось бы, обыденность. Вот ты пришёл в парк культуры, спорта и отдыха, да, ходил, гулял, а когда ты начинаешь задумываться, смотришь там, вот почему здесь растут ёлки, а здесь не растут, почему здесь сосны, почему здесь полянка, и начинаешь вот эту глупость историй погружаться, понимаешь, что это вот следы деятельности человека хозяйственной, а это вот ледник оставил, а вот здесь можно зуб мамонта найти, и вот получается здорово. Но не надо пытаться искать, вот мне кажется, надо предостеречь телезрителей, что там искать ничего не надо. Копать не надо, искать можно, нельзя копать, вот, если вы нашли что-то уникальное, это надо принести в музей. То есть какие-то там рядовые массовые находки, тех же ископаемых, там, брахеоподы, куски кораллов, это там на полку дома показывать соседям и друзьям, это в школьный музей, там, в уголок, в кабинет биологии, а что-то уникальное, это вот в Одинцовский музей. Вот, например, мы проводили палеонтологическую экскурсию по откосам северного объезда Одинцова. Казалось бы, ничего примечательного. Да, вместо чернозема трассу отсыпали черно-юрской глиной, это отвалы метро, который из Москвы, и там все местные икроведы... Это вот, кстати, сейчас, извиняюсь, он привык на вопрос, куда девается земля, когда копает метро, вот она куда девается. Мы не будем комментировать, да, как так получилось, что под видом чернозема отвалы метро оказались, да, но суть в том, что, как бы, ну, местные икроведы-любители, кто в этом немножко понимает, ну, собрали килограммы ископаемых, соответственно, древних организмов, некоторые находки были уникальны. Мне вот удалось найти позвонок ихтиозавра, то есть морского ящера юрского периода, 125 миллионов, который здесь подплавал. Ну, это надо знать, наверное, чтобы найти просто такты, ну, камень, камень валяется, валяется. Конечно, человек, икровед, который занимается, например, архитектурой, там, дореволюционной, он, конечно, бы, ну, не понял. Я вот не могу там керамику точно продатировать, да, мы там собираем, фотографируем, фиксируем, специалистам приносим. Вот, поэтому это тоже обмен опытом, поэтому экскурсии, они обычно комплексные, мы показываем это, 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 люди начинают чем-то заинтересовываться, начинают для себя эту тему развивать. И вот наши курганы, их сосредоточение, их количество, вот памятник Одинцова-6, это самый крупный, вот, в западном Подмосковье, вот это скопление курганов, и он нет вообще такого больше нигде вообще. А вот у нас здесь есть. Так что надо идти на экскурсию. Надо идти на экскурсию. Если вернуться к конференции, вот были ли в ходе нее сделаны какие-то открытия, или, может быть, назовешь те факты, которые особенно удивили, доклады, которые были, ну, вот самые интересные. Ну, я бы не сказал, что в ходе нее какие-то открытия. Открытия бывают, когда исследователи проводят исследования. Меня лично поражает вот эта скрупулезная работа археологов. Если мы, в общем-то, любители, мы можем позволить себе какие-то комплексные исследования, да, прошел, пофотографировал, там, опубликовал, что-то немножко там повникал в какую-то тему, то вот насколько люди тщательно, планомерно, по методике, слой за слоем копают, делают какие-то находки, и, казалось бы, какую-то там рядовую вещь, они ее исследуют, находят аналогии и делают далеко идущие выводы. Вот меня всегда в научных работниках впечатляет вот этот академический подход, которым мы как раз стараемся тоже научиться, для того, чтобы свои знания систематизировать. И, может быть, когда-то мы тоже до каких-то изданий таких полномасштабных дорастем, накопим знания, опыт-то добавляется, и недалек тот час. Но пока интернет – это наше все, и, в общем-то, там и канал на YouTube, и группа в социальных сетях, пожалуйста, Одинцовское краеведческое общество, Одинцовский историко-краеведческий музей, группы музеев, группы краеведов, все это можно найти и подписаться, и следить за новостями. Какой-то отбор докладчиков происходит или, в принципе, о себе может заявить любой желающий? Или это уже настоявшаяся группа? Происходит, конечно, это не вещь себе, это не междусобочек. Появляются на каждой конференции новые лица, потому что это живое общение. Те люди, которые уже поучаствовали, начинают в своем окружении, тоже сходном, да, краеведческой тусовке, или там научный сотрудник говорит, это здорово, это правильно, давайте общаться. Это не какая-то академическая вещь, а это живое общение. И, мне кажется, это привлекает людей, то, что это именно вот такая живая структура, это клуб такой, в общем-то, по интересам, но это не замкнутая структура. Мы зовем к нам всех, пожалуйста, приходите 30 марта в 11.00 начало в гостевом флигеле на втором этаже. Регистрация нужна предварительно? Регистрация, значит, для тех, кто хочет получить дополнительный бонус, можно зарегистрироваться на сайте odin.conf.rf, и тогда при посещении конференции вы получите еще памятный сувенир. Так что, в общем-то, и кроме знаний. А кто придет сразу, там, зарегистрируется на месте, ну, получит много новых впечатлений и знаний, но не получит сувенир. Ну, что, в общем-то, не так уж и печально. Не так уж и печально, да. У нас есть конкурсы, у нас работа с аудиторией идет, то есть все зрители, они слушают доклад, они задают вопросы, и потом докладчик выбирает самый интересный вопрос, который ему понравился, и этому человеку из аудитории вручается тоже особый приз. Вот, кстати, насколько аудитория, ну, в частности, конференции, да и, в принципе, сейчас молодые люди, да, очень неоднородные, интересуются краеведением? Очень неоднородные, и это радует. То есть там есть и школьники, которых там приводят, учителя-энтузиасты или мамы неравнодушные, там есть сообщество научных работников, там в одном уголочке сидят, там краеведы, волонтеры в другом, и какой-нибудь дедушка академического вида с бородой в три раза длиннее, чем у меня, седой там с заднего ряда, что-нибудь там начнет выкрикивать, а вот как вы вот этот вопрос прокомментируете? Но мы, конечно, своих выступающих в обиду не даем, мы говорим, что ваш вопрос не по теме, пожалуйста, потом, значит, в кулуарах. Ну, самое главное, что вопросы возникают, значит, люди этим интересуются. Антон, среди организаторов конференции Одинцовское краеведческое общество, руководителем которого ты являешься. Вот чем общество, кроме организации этой конференции, занимается еще? Краеведческое общество – это общественная организация, то есть объединение единомышленников. У нас есть цели и задачи популяризации истории родного края. И все, что под это знамя становится, все мы вместе движемся. То есть мы реализуем исследовательские проекты, которых очень много. То, что касается Одинцовских курганов, то, что мы делаем уже много лет и делали, еще не являясь краеведческим обществом, а просто энтузиастами при поддержке Комитета по делам молодежи, а сейчас по делам культуры, туризма и молодежи, политики. Это проект «Наследие Одинцовской древности». Он когда-то придумывался сообществом единомышленников. И его цель – как раз привлечение внимания к проблеме и сохранению популяризации памятников археологического наследия на территории всего Одинцовского района. А если брать локально Одинцовские курганы, то и проект так называется «Одинцовские курганы». И ряд исследовательских проектов по Великой Отечественной войне. Одинцовский Укрепрайон. Мы исследовали, составляли каталог долговременных оборонительных сооружений 1941 года. А сейчас Хривейское общество активно ведет военно-мемориальный проект. Он называется «Наша память». При поддержке фонда президентских гарантов создан ресурс информационный «Odinmemorial.rf». И туда выложена база данных по нашим землякам, военнослужащим, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мы планируем в этом сезоне продолжить работу. Если фонд нас поддержит, будут выложены данные по людям, захороненным на территории Одинцовского района. И силами одних только волонтеров это невозможно сделать. Это идет государственная поддержка. И слава богу, что общественные организации, которые проявляют инициативу, показывают свою компетенцию, государство их поддерживает и дает возможность реализовывать такие проекты. На странице в социальных сетях Одинцовского Укрепрайонского общества есть такая фраза «Не навреди». Расскажи, пожалуйста, это о чем? Это своеобразный такой девиз. То есть мы своим вмешательством, своим исследовательским каким-то таким ордажам не должны принести вред памятнику. Касаемо некоторых памятников археологии, которым удаленный доступ, это наоборот лучше об этих вещах не рассказывать, чтобы кто-то не смог там какие-то незаконные раскопки проводить. И, к сожалению, на территории Одинцовского района такие вещи случались. Когда рассказали об уникальности памятника, озвучили, и потом туда приходят черные копатели. Это же уголовно наказуемые деяния, особенно в составе организованной группы с применением специализированных инструментов. Но, к сожалению, люди вот на это идут, потому что закон, он, конечно, работает, но это надо поймать человека за руку. А если памятник находится удаленно, поэтому мы именно Одинцовские курганы, которые тоже там не возле трассы, а где-то, стараемся максимально привлекать к этому внимание. И надо сказать, что злоумышленники таблички охраны срывают с памятников, которые находятся не возле трассы, а в глубине территории. То есть, к сожалению, идет действие, идет противодействие. И не навреди это, так сказать, будь осторожен для того, чтобы это сохранить не только, рассказывая об этом всем и всюду, но и где-то, наоборот, умалчивая. История Одинцовского района, на самом деле, очень интересная. Но, мне кажется, у большинства она сводится к каким-то фактам, которые известны всем. Боярин Одинец, который служил... Якунчиков. Якунчиков. Но Якунчиков, мне кажется, кстати, не так он популярен, как Боярин Одинец. Это бренд Одинцовского музея. Нет, ну, конечно. Вот давай расскажем про Якунчикова, чтобы максимально большое количество людей вспомнили, кто этот человек и насколько он важен в истории Одинцовского района. Ну, насколько он важен, судить сложно. Насколько важен сам Одинец, тоже очень сложно судить. Неоднозначные фигуры, неоднозначные документально зафиксированные деяния вот именно здесь, в Одинцово, там их нету. Это наши какие-то вот. То, что касаемо господина Якунчикова, ну, что это, был фабрикант, там человек своего времени, деловой человек, меценат. Вот, фигура, это градообразующее, как сейчас бы сказали, предприятие. Но тогда это, конечно, так сказать, коррестные села. Работа велась на заводах, она была сезонная. То есть, людей, собственно, туда привлекали на вот какое-то первое время, потом всех распускали. И, собственно, работа, вот это на местном сырье. Почему заводы, они вот здесь? Потому что здесь было сырье. И разрабатывались глиняные карьеры на территории города Одинцово и в окрестностях. И многие пруды, которые там еще есть остатки... Кстати, Якунчиков пруд знают очень многие. Его сейчас нет, но про него помнят. Вот многие пруды, на самом деле, это старые карьеры. Не все, но очень многие. И многие вот эти следы производства, они там в лесу, на пересечении улицы Говорова и Чикина, там в лесу есть тоже такие карьерщики. На территории парка Одинцовской культуры, спорта и отдыха есть старые карьеры глиняные. И Одинцовцы могут гордиться, что из нашей местной глины были изготовлены кирпичи, из которых были построены многие здания в Москве. В том числе здания исторического музея. Поэтому, приходя на Красную площадь, можно к родной Одинцовской глине тоже прикоснуться. Еще не могу задать вопрос, он хуже, чем при историческом музее. Вот говорят, в интернете пишут, что в одном из этих карьеров было... Одинцовские мозги? Да. Точно. Что было дело? Я считаю, что наравне с кирпичом, с клеймом Василия Якунчиков, Одинцовские мозги это тоже вот такой бренд. И на позапрошлой конференции наш замечательный земляк, житель города Одинцова, Лазукин Александр Викторович, по совместительству начальника отдела археологии из Венегородского музея, выступал с подробным докладом на эту тему. Одинцовские мозги, правда или вымысел, или все, что вы хотели узнать о Одинцовских мозгах, но боялись спросить. Поэтому я заинтересованного слушателя оставляю интригу и отсылаю к материалам конференции, онлайн-трансляция которых записана на YouTube-канале и можно узнать. Потому что тема интересна, действительно ли окаменелый мозг древнего человека был найден, или это кремниевая конкреция причудливой формы. Ну, кроме вот этого загадочного предмета, в Одинцовских карьерах находили там плестоценовую фауну, то есть мамонтовую фауну, разные там кости мамонтов, там и овцебыков, и много чего интересного. А вот Якунчиков пруд, говорят, этот карьер затопило буквально за одну ночь, и все, что было в Аганетке, вот в этом карьере, все, оно, собственно, там и осталось лежать. Я вот такой информации не слышал, поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Так что есть над чем работать в области карьеры. Там в Аганетке могут быть, да. Говорят, но никто не проверял. А вот мы танк искали в Бельском болоте, вот история была тоже. Но мы ее оставим для следующей программы, я уверена, что нам будет о чем поговорить. Антон, спасибо большое, что пришел к нам сегодня в студию. А я напоминаю, что 30 марта в 11.00 в музее-заповеднике Пушкина в Больших Веземах состоится шестая научно-практическая краеведческая конференция «История и современность». Всех приглашаем и всех ждем. А кто не сможет приехать, прямая трансляция в социальных сетях Одинцовского краеведческого общества доступна всем желающим. И Одинцовского музея. И Одинцовского музея. И может быть даже в социальных сетях Одинцовского телевидения мы тоже проведем прямой эфир. Отлично. Так что оставайтесь с нами. Увидимся ровно через неделю. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!